Коллеги, всем доброго времени суток и перед вами третий ролик в серии по Unix Linux системам Аутентификация и авторизация в Unix системах, часть третья Если вы не смотрели предыдущие ролики из этой серии, настоятельно рекомендую Михаил Варакин рассказывает о том, что знает Все ссылочки на предыдущие ролики в описании В свое время фирма Sun придумала механизм, который называется PAM Это Plugable Authentication Modules Этот механизм позволяет достаточно гибко использовать различные механизмы аутентификации Не только тот, который я описал В самых разнообразных ситуациях Обратите внимание, коллеги Мы рассмотрели парольную аутентификацию Аутентификацию, которая используется чаще всего Она исторически используется очень широко Но при этом на таком типе аутентификации свет клина не сошелся И давайте посмотрим, что нам предлагает текущий, допустим, наш DBM9 прямо сейчас Итак, у нас есть каталог, называется PAM.D В этом каталоге есть несколько файлов И вот эти вот файлики, собственно, содержат в себе описание того, как должна происходить аутентификация в разных ситуациях Обратите внимание, для чего мы можем использовать эти файлики Имя программы, которая у нас будет использовать каждый конкретный файлик Как здесь указано Допустим, есть чудесная программка, которая позволяет менять информацию о пользователе в файле It's a password Называется Чфун Страшное китайское проклятие Программа, которая умеет менять shell То есть пользователь сам может для себя поменять shell В файле It's a password Это у нас C-H-H Программка тоже красивое название Дальше, допустим, программка крон Как мы создаем новых пользователей Password и так далее Все у нас здесь описано В том числе, мы с вами поработаем с программой, как называется, SSHD И давайте посмотрим, как у нас выглядит файлик с таким красивым именем Здесь, в принципе, есть на что посмотреть Есть много достаточно интересных вещей И, наверное, давайте сделаем следующее Чтобы не было слишком много на экране всякой дрени Мы возьмем и вот такое маленькое заклинание применим Вот таким образом мы уберем все строги, которые начинаются с комментария Решет силы комментария Вот таким образом мы уберем все пустые строки из файлика SSHD Которые находятся в каталоге Догадались? Etc.pam.g Опа А ну да Нисвпадающие скобки Кавычки Итак, что мы здесь имеем Давайте еще так Для красоты Что мы здесь имеем У нас таким образом включается сюда Именно в это место, именно в это указанное место То, что находится в системном файле common auth То бишь стандартные схемы аутентификации, которые есть в системе Дальше мы здесь видим штуку, которая называется PAM на логин Эта штука позволяет запретить вход в системе для людей, которые не являются суперпользователями Для чего? Ну, например, для каких-то там Maintenance, как приводится на русский Для каких-то действий по, не знаю, по ремонту, по обслуживанию системы Ну и давайте рассмотрим, собственно, сразу на примере, как это работает У нас есть такой модуль PAM на логин Модуль работает следующим образом Он запрещает вход в систему тогда, когда Required означает, что этот модуль должен отработать хорошо То есть разрешить вход Если он не разрешает вход, значит вход в систему будет не разрешен Так этот модуль смотрит на наличие какого-то файла И если этот файл есть, то тогда он запрещает вход в систему Давайте посмотрим, какой файл Дело в том, что в разных операционных системах это может быть файл, лежащий в разных местах Соответственно, когда мы посмотрим MAN по этому делу Мы увидим, что у нас файл называется Можно явно указать путь к этому файлу А по умолчанию этот файл будет WarRun на логин Или ETSI на логин Вот ETSI у нас, в принципе, поближе Давайте мы сделаем следующее SuccessOK Если файл не существует Давайте сделаем следующее Возьмем, станем суперпользователями Пароль здесь такой И дальше проделаем следующее Да, до этого я могу спокойненько войти в систему через SSH А мы, заметьте, файл SSH для демона SSH обрабатываем Войти в эту систему как пользователь, студент, введя пароль Все хорошо, все здорово Выхожу оттуда Теперь, что я делаю Я беру и в этот файл пишу что-нибудь типа GetAway Вафалик ETSI на логин Спрашивается, что произойдет Если я, заметьте, правильно введу пароль Мне будет сказано GetAway И аутентификация провалилась На самом деле мы ввели правильный пароль Если бы мы ввели неправильный пароль Картина бы наблюдалась совершенно другая Видите Permission Deny А вот если мы вводим пароль правильный Нам говорится До свидания Готовый Ступай Дорогой Иди отдохни Вот такая ситуация Для чего это нужно? Еще раз повторюсь Для того, чтобы выполнить в системе какие-то действия обслуживающие И быть уверенным, что никто, кроме суперпользователя, в эту систему войти не может Спрашивайте, как от этого механизма отказаться Очень просто Взять, если отключить его обратно Возьмем и этот файлик удалим Дальше смотрим, что происходит Вводим парольчик Все хорошо, мы опять в дамках Вот такая ситуация Это очень простой пример Но те из вас, кто с Unix И немножко знакомы Понимают, что в принципе система вся сделана из-за очень простых вещей И в этом, наверное, ее силы То есть вы, осознав, как она работает в какой-то момент Прекрасно понимаете, как с ней справляться И чем как бы проще, тем лучше, тем надежнее и так далее Дальше рассмотрим Что у нас в принципе еще есть Одна из самых чудесных вещей, которая была изобретена человеком Это вещь, которая называется Керберас Те из вас, кто уже с Керберасом знаком Знают, что вещь эта действительно чудесная Она замечательно решает огромное количество проблем, связанных с аутентификацией Даже не проблема задачи, связанных с аутентификацией И те из вас, кто когда-нибудь работал с Active Directory Знают, что в общем-то Active Directory по сути изначально Начиналось, задумалось, как всего лишь Керберас для аутентификации И LDAP для хранения авторизационной И всякой разной другой информации И мы с вами потенциально могли бы использовать Керберас Именно для таких вещей Для аутентификации А LDAP для авторизации Имея в виду именно те компоненты, которые у нас имеются в Active Directory Единственная проблема, которая связана с авторизацией Заключается в том, что те компоненты информационные Которые лежат в LDAP в Active Directory Они немножко не те, которые хотела бы иметь операционная система Unix, Linux и все такое Unix и подобное Поэтому мы с вами даже особенно заморачиваться не будем Мы посмотрим, как можно Керберас использовать для аутентификации А потом посмотрим, как можно взять и ввести нашу Linux систему в домен Таким образом, чтобы автоматически у нас вся необходимая Авторизационная и аутентификационная информация Замечательным образом к нам попадала Ну и так, поехали Что такое Керберас? Керберас это система, которая устроена не совсем, скажем так, прямо просто Она имеет определенное количество, скажем так, тонких мест Которые нужно понимать для эффективной работы с ней Но, с другой стороны, если вы домен администратор И не знаете, как работает Керберас Ну, скорее, это, скажем так, это ваша недоработка Но с высокой степени вероятности Вы свои профессионные обязанности смотрите замечательно Упра, да, вы смотрите, замечательно совершенно выполнять И не знаю, как Керберас работает досконально Ну, тем не менее, нам что потребуется У нас сейчас уже совершенно случайно Знаете, такое понятие рояль в кустах Так вот, совершенно случайно у меня уже есть 2012 сервер Который, опять-таки, совершенно случайно внутри является контроллером домена Домен у нас имеет, как бы, как бы, как бы, как бы Домен у нас вот такой А, пардон, опять-таки, company.datlocal Вот, и там я добавил еще двух пользователей user1 С таким вот хитрым паролем И user2 с таким вот тоже хитрым паролем Как раз с ними можно будет посмотреть, как работает аутентификация Ну и поехали Значит, для тех, кто в курсе, что такое аутентификация Мы знаем, что у нас обязательно это жутко Керберас Для Кербераса существует понятие real Это некий такой Некоторым образом то, что мы, опять-таки, можем называть домен Какая-то область, в которой действуют эти правила Этого самого Кербераса, в котором он хозяин Ну, real, на самом деле, очень широкий спектр значений Имеет область, королевство Но будем считать, что это королевство Красиво Так вот наш королевство называется company.datlocal Что мы с вами сделаем для того, чтобы уже имеющийся контроллер домена Мог нашим, как бы, Unix'ам, нашей машинке с Дебианом внутри Предоставлять услуги по аутентификации Ну, естественно, через Керберас Ну, на самом деле, ничего здесь сложного нету Мы первым делом должны установить пакет, который называется здесь у нас, по-моему, так В смысле, рост не изменяй Ай, конечно же, нет, конечно же, нет, конечно же Буквки перепутал Керберас 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 Это пятая версия Керберса Да, вот он такой И пакетный менеджер спросит у нас в ходе установки А какой real у нас был дефолтный Мы так и говорим Company.datlocal Обратите внимание, коллеги, вот на что Я ввожу это все крупными буквами не потому, что я блондинка Нет, я не блондинка А потому, что так надо Потому что все рилмы в Керберас Они крупными буквами пишутся То есть, вы можете написать сейчас мелкими Небо на землю не упадет Единственный недостаток всего этого То, что работать оно, видимо, не будет А так вы в своей власти То есть, я предупредил Да, с API Antis От умному достаточно сказал Что-то Имейте в виду Дальше А какой у нас сервер будет для нашего real Вопрос очень хороший Потому что IP адреса я не помню Давайте посмотрим Как у нас можно IP адрес получить Ну, для начала, наверное, надо зайти все-таки сюда Да, я даже неожиданно совершенно вспомнил пароль Пользователь администратор Ну и давайте посмотрим Что у нас есть на тему IP адреса IP адрес 200 на конце Окей Спасибо, дорогой 192 168 56 200 Ну, можно такой же ввести У нас он использоваться не будет Но если хочет, то пускай его Господи Все равно, самое главное Здесь контроллер домена Поэтому вариантов других нет Такой немножко подумает 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 И, собственно, все установлено И теперь, коллеги Многие из вас Все-таки подозреваю С Керберсом Ну, знакомый Скажем так, не понаслышке И прекрасно знают Что такое TGT То есть Тикет Тикет Билет Тикет Дающий возможность Грантинг На получение Других билетов Когда Наш Ну, как бы Как бы Клиент Как бы Клиент Керберс Начинает с ним общаться Первое, что происходит Это Попытка Собственно Запросить TGT Точнее Не попытка запросить Как правило Керберс сервер Катроллер KDC Как это называется Керберс Key Distribution Центр Ключей Замечательно Легко Отдает Распрощает Всем желающим TGT Для каждого конкретного пользователя Ситуация Только заключается в том Что если вы не Знаете пароль Этого самого пользователя То тогда Вам TGT Собственно Ничем не поможет Вы не сможете расшифровать И для того Чтобы получить TGT У нас используется программ Как это называется Key Init Для Это В Линуксе Не только в Линуксе В Линуксе Мы сейчас в Линуксе работаем Поэтому про него говорю Так вот смотрите Как узнать Какие TGT у вас сейчас есть У текущего конкретного пользователя Программ Key List Говорит что А пока никаких Здесь все Очень просто У нас Каталог TMP KERB5 Это Версия Текущего Керберса Кэш Это файл называется А0 Уже догадались Это УИД для Суперпользователя Итак Как попытаться Получить Убедиться Что мы Правильно Аутентифицируемся Перед Нашим Кербер Сервера Говорим User One Обратите внимание Никакого Пользователя User One В данной Конкретной системе Нет Нет Не было И скорее всего Не будет А может и будет Посмотрим Так вот Как сделать Как сделать Так чтобы Мы тем не менее Смогли Получить Для этого Пользователя Пароль Проверить Правильно Или нет Ну я думаю Все понятно Зачем это делается Для того чтобы Использовать преимущество Централизованного Хранения Паролей Вот Скоро мы все это Увидим На практике В простом тем не менее Действующем Виде Итак Каинит Заметьте До того Даже до того Как Обратиться К К Клиент Здесь у нас Программа Каинит Спрашивает у нас Пароль Если Если я Ввел Его правильно На Отработала Молча И теперь У нас Файлик Team Kirby 5 Сиси Он Замечательно Совершенно Себя Чувствует В нем Появился И мы можем С помощью Кейлист Это все Посмотреть Вот Вот такая Незамысловатая ситуация Мы правильно Ввели пароль И у нас Появился А что у нас Появился TJT Который В дальнейшем Может использоваться Для аутентификации Дальше Самое главное Не это Нам сейчас Дальнейшую аутентификацию Делать Совершенно Неинтересно Самое главное Что мы Убедились Что в принципе Системы На самом деле Совместимы Замечательно Из Юнекс Можно получать Из контролера Домена Такую информацию Аутентифицироваться Опять таки Кейкидиси ничем не рискует Он отдает TJT И если клиент Не знает пароль То TJT ему Абсолютно бесполезен Вот примерно так Это все обстоит Ну и Что мы Что бы мы могли Сделать В дальнейшем Ну давайте Сделаем так Чтобы у пользователя Например Мы создадим Пользователя User1 Сейчас такого Пользователя User1 Не создадим Пароль ему Назначать В Unix системе Не будем Но скажем Например Нашему демону SSH Что он Должен пользоваться Тем паролем Который Есть у нас В Сервере Как создается Пользователь Все помнят Пользователь У нас Пускай Будет С домашним Каталогом Почему нет Пускай Этот пользователь Будет Иметь Shell Bin Bash Стандартного Bin Ну и В принципе Что еще Имя у него User1 Все Теперь Обратите внимание Вот сейчас Вот здесь Пользователя Еще не было А здесь Пользователь Уже есть Но У этого Пользователя Суперпользователя Мы можем это посмотреть Да Grab User1 Этот Shadow У этого Пардон Извините Извините У этого Пользователя Стоит во втором поле Восклицательный Знак Что это означает Это означает Что у данного пользователя Пароль не настроен Окей Как я уже говорил Задача какая Задача не иметь Локального пароля Пускай Восклицательный знак Остается Но сделать так Чтобы SSHD Умел Брать Пароль Из Эктивдиректор Как это делается Вы уже догадались Это будет настроено С помощью PM Модуля И PM модуль Соответствующий Должен просто Уметь Работать С Поехали Давайте Посмотрим Так Etc Pam D SSHD Что мы Там Имеем Имеем ли мы Здесь Какую нибудь Информацию Связанную С Керберс Сервером Да Здесь У нас Не видно Этого самого КРБ5 А скорее всего Просто потому Что Мы Недоустановили Чего нибудь интересного Так Давайте Посмотрим APT CRB5 И Еще Поищем Pam Ну Насколько Я вижу Вот оно Вот этот кусочек Нам надо Доустановить APT И Стол Теперь Посмотрим Что у нас Произошло С этим Нашим Файликом Появилось Там Кербе Ничего там Не появилось Окей Давайте посмотрим А что у нас В этом Пакете Есть Чтобы Можно было Сразу Посмотреть Как с этим Работать DP KG Минус L Показывает Состав файлов Входящих В пакет И так О! Вот он Pam Key BRB5 Давайте Посмотрим По нему MAN Эти Чрезвычайно Простые Штучки И Собственно Здесь даже Написано Что требуется Чтобы Оно Работало То есть Что мы могли бы сделать Мы Могли бы Например В ту часть Которая Касается Аутентификации Вставить Вот Такую Всего лишь Строчку Давайте Попробуем Посмотрим Что получится Итак Возвращаясь К нашим Баранам Где у нас Аутентификация Где у нас Аутентификация 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 Ну да Вот это у нас Аутентификация Стандартная Аутентификация А вот это вот Мы с вами Вставляем Даже Наверное Мы говорим Следующим Раньше То есть Коллеги Если Мы Правильно Скажем Наш Kerberos 5 Пойдет Аутентификация То есть Это Помните Один из признаков Наших Мы Обладаем Каким-то знанием Мы можем Аутентифицироваться Если Не получится Заметьте Это Софишен Чтобы все было хорошо Если вдруг Не получится Это означает Что Дальше пойдет Стандартная Аутентификация Единственное О чем я вас хочу Предупредить В принципе С виртуальными машинами Это делать Не так страшно Хотя Лучше Делать Снапшоты Но И просто имейте ввиду Что в случае Если вы Что-то сделали Совсем нехорошее С файлом Вот этим В каталоге Идти Пин То Тогда У вас Могут быть Огромные Проблемы С работой Данного Конкретного Компонента Начинает Невозможно Вход Систему Кончая Небо Реально Может Рухнуть На землю Компонент 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 У меня Вот Такой Вуаля Коллеги Обратите Внимание Все Получилось Здорово Я ввел пароль И Аутентификация Прошла Успешно Еще раз Повторюсь Пароль Находится Не В данной Конкретной Машинке Пароль Находится В контроллере Домена При этом При всем Пароль Введен Успешно И Соответственно Пароль Нам Помог При Аутентификации Вот Собственно Так Мы Со всем Этим Живем Спрашивается Как доказать Что именно Этот модуль Нормально Все Аутентифицировал Наверное Догадываться Особенно Не надо Сейчас Возьмем И Закомментируем Этот модуль Что произойдет При попытке Использовать Такой же Пароль Из Домена Интересно Девки Пляшут По Четыре Штуки Урет Вау 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 Ну да Чудес не бывает Коллеги Технологии Технологии Не стоят на месте Вот эту строчку Как вы догадались Можно было И не добавлять Мой пакетик Наш пакетик Липпам КРБ5 Которым поставили Во все Нужные места Уже все Поставил Так что я могу добавлять Мог не добавлять Оно и так Работает Хорошо Вот если этот пакет попытаться убрать Давайте попытаемся убрать И вначале Зачищу свои следы Заметьте Эта запись Я могу в принципе это все И убрать Чтобы было Как бы красиво И Гламурненько Но это не так интересно Ведь в реальной жизни Все происходит Не всегда Не всегда гладко Сейчас шероховато И как раз благодаря шероховатости Вы запоминаете То что оно происходит На самом деле Вот если бы не было ничего такого Ну да Что-то препод сделал Что там такое произошло А так Вы знаете Что да Липпамкер Б5 Уже сам все Туда добавляет Давайте еще раз проверим Смогу ли я аутентифицировать Сейчас То ли пароль неправильный Да пароль был неправильный Вот Отведи пароль Вводился И тогда По-честному Ну и сейчас Попытаемся Сказать APT Perch Да потому что Remove Не будет Пержет Remove Lib Pam Kirby 5 И И И И пытаемся Аутентифицироваться Ну Ну Смею вас заверить Дальше будет то же самое Вот так собственно оно и работает То есть нужно Kerberos Подключили Kerberos Заметьте сама библиотека это маленькая Модуль этот Достаточно маленький Но эффект получается Очень-очень-очень Даже ничего Вот как-то так Коллеги Надеюсь эта информация была вам полезна Михаил продолжит обязательно В следующих роликах Для тех Кто любит онлайн обучение С 29 июля По субботам Михаил Проводит Курс Который называется Linux для Windows администратора Все Подробности Вы можете найти По ссылочкам В описании Стартуем в субботу 29 июля Курс Идет 4 недели То есть 4 субботы Приходите Будет интересно Продолжение следует Продолжение следует